На ремонте фуникулер уже неделю. Машинисты ушли в отпуск, а у инженеров-механиков новые задачи. Бригада не только заменяет сидения, но и проводит профилактику всех креплений и механизмов. Конечно, ходовая часть вагонов, безусловно. То есть это вот те моменты, на которые больше всего мы обращаем внимание, и пути. Все стыки проверяем, чтобы вагоны более плавно ходили, чтобы не изнашивались колеса, оси. На верхней станции ремонтируют синий вагончик, внизу – красный. Работы плановые. Техническое свидетельствование фуникулера проходит каждый год. Кроме ходовой части, внимание уделяют и кабине машиниста. По словам специалиста Александра Захарина, рычаги в порядке. Тормозное управление в норме, двигатель тоже работает без сбоев. Задача отправить в движение вагончик несложно. Основной нюанс заключается в том, чтобы его потом очень плавненько остановить. В движение фуникулер приводит специальный механизм. Оборудование находится в машинном зале. В помещении выше 20 градусов тепла. Особый температурный режим – одно из обязательных условий. Вот это оборудование стандартно для шахтного оборудования, но адаптировано для горизонтального расположения. Все это было изготовлено когда-то в Украине в 50-е годы. Доставлено сюда. С тех пор оно исправно служит. Электродвигатель пришлось разбирать только однажды. Капитальный ремонт требовался после внезапной аварии. Но на пассажирах это никак не отразилось. За их безопасностью следят очень строго. Несмотря на то, что сегодня фуникулер – не самый востребованный общественный транспорт, гости и жители города все равно не перестают им пользоваться. А для туристов такой объект и вовсе достопримечательность. В этом году фуникулер даже поставил своеобразный рекорд. 1 мая вагончики перевезли почти 2000 человек. Ремонт закончится 1 июля. И тогда горожане снова смогут спускаться и подниматься на фуникулере всего за минуту 40. Сейчас придется потратить немного больше времени и в конце концов можно посчитать ступеньки. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.